Добрый день, уважаемые слушатели! Я рад вас приветствовать на семинаре использования питона для чтения, обработки, создания и форматирования файлов в Microsoft и Excel 2019-2016. Ну, реально, это последняя версия Excel. Кратко расскажу о центре специалиста. Центр специалиста – это учебный центр более 25 лет на рынке образовательных услуг. Есть гарантии качества, гарантии результатов, гарантии сохранения средств организации, гарантированное расписание, ну и, естественно, гарантии безопасности. Форматы обучения достаточно различны, просто есть свадики, я покажу, рекламные такие – это очное обучение, либо индивидуальное, либо обучение онлайн, есть смешанное, то есть очное-заочное, ну и открытое обучение есть очное, либо онлайн. Также есть возможности корпоративного обучения – это стандартные группы, либо индивидуальные, либо онлайн обучение, аренда аудитории, ну и выездное обучение в вашем офисе. Также есть безлимитное обучение, ну по поводу цены – это уже не ко мне обращаться, может что-то поменялось, либо в большую, либо в меньшую сторону. Ну и, если мы будем говорить, что также у нас сертифицированные преподаватели, есть, соответственно, уникальная программа подготовки специализированных курсов, ну и выдаем, естественно, международные спецификации. Кратко расскажу о себе. Меня зовут Рулев Сергей Викторович, я имею два высших образования. Первое образование получил, закончил Московский физико-технический институт, где обучался программированием физики. Второе образование получил, закончил American Institute of Business and Economics, где получил степень MBA. Опыт работы, после института работы в компании «Делуэнтуш», это крупнейшая аудиторская компания мира. После нее я работал финансовым директором в компании «Вимбельдан», но не в главном офисе, а в производственных компаниях. И, естественно, имею большой опыт по финансам, по программированию и по бизнес-направлению. Я являюсь сертифицированным тренером Microsoft и имею статус по Microsoft Project, по Microsoft Excel и по Microsoft Project Server. Я читаю порядка 20, более 20 различных курсов и читаю два курса по Python. Программирование на языке Python уровень 1 – это базовый курс и уровень 2 – это продвинутый курс. Теперь давайте мы поговорим по бесплатному вебинару. Мы здесь рассмотрим особенности работы с файлом Microsoft Excel в любой операционной системе и на веб-сервере через Python без привлечения программ Microsoft Office. Посмотрим, как можно создавать, форматировать современных файлов Excel, то есть не файлов XLS, а именно XLSX, используя Python. Обзор немножечко расскажу про библиотек Python, которые могут использоваться для загрузки и записи таблиц в Excel файлы. Научимся читать, обрабатывать, создавать Excel файлы в Python. Ну и также мы посмотрим, как можно получать, обрабатывать и отправлять файлы в формате Microsoft Excel, отформатированные на профессиональном уровне. Тема, конечно, достаточно большая. Больше я вам буду показывать здесь, потому что, конечно, за один академический час изложить все вот эти темы достаточно сложно. Ну и немножечко скажу, почему, во-первых, Python достаточно эффективен. Потому что на Python можно сейчас трое программистов ценится достаточно высоко. И программа, которая написана на Python, ее можно писать где-то в 4 раза меньше она действительно получается. С другой стороны, по направлению Python сейчас очень активно развивается машинное обучение. Слышали про такое направление? С чем оно именно связано? Что можно обрабатывать большие... Ну, когда вы открываете телефоны, там автоматически определяется, к примеру, лица. Вот это работает именно элемент уже машинного обучения. Соответственно, распознавание речи, распознавание, например, там какие-то дополнительные моменты, которые раньше были невозможны, это проще всего писать на Python. И многие из вас волей-неволей даже сталкивались с машинным обучением, потому что обучение есть с учителем и без учителя. А что такое с учителем? На вход нейронной сети подается огромное количество, например, фотографий надо обработать. Соответственно, для того, чтобы собирать эти фотографии и обучать нейронную сеть, компания зачастую привлекала даже вас, если вы, например, что-то скачиваете. Очень часто, наверное, вы наблюдали такую картинку, вам даются фотографии, просят выбрать те клеточки, где находятся знаки. Сталкивался кто-то или нет? Или не сталкивались с этим? То есть, когда вы именно сталкиваетесь, вы просто-напросто помогаете крупным компаниям размечать данные. Потом эти данные уже запускаются именно в машинное обучение. И на основе вот этих больших данных, конечно, можно совершенно спокойно научить программу автоматически распознавать эти образы. Второе еще направление. Нужна бы и вычислительная мощность. Хотя Python является интерпретированным языком, но написано достаточно много программ, в том числе, которые используют тензоры для вычисления, графические карты. И, соответственно, и Google предоставляет, например, в аренду виртуальные машины в области, которые могут на графических картах проводить ваши вычисления с использованием Python. Производительность порядка где-то 9 террафоб. Ну, это реально в тысячу раз больше, чем обыкновенный компьютер. Графическая карточка, я посмотрю, цена, которая там используется, это порядка 380 тысяч рублей. Ну, как вы сами понимаете, качество достаточно хорошее. Второе еще, почему, если мы будем говорить с точки зрения вот здесь, почему важно обрабатывать Excel файлы, что, конечно, если у вас стоит Microsoft Office, то проблема не стоит. Вы совершенно спокойно можете использовать программу на Visual Basic. И, соответственно, на основе программы Visual Basic можете обработать ваши файлы. Ну, к примеру, представьте, а у вас уже находится не Windows, а у вас находится Linux, либо, например, Ubuntu. Там уже у вас программа Microsoft Office не стоит. И, естественно, возникает сразу сложность, а как этот файлик обработать, если вам, ну, например, там высвать прайс-лист в актуальном состоянии. Еще система усугубляется, если у вас программа находится на сервере, у вас есть интернет-сайт, и, к примеру, вы хотите считать код, либо, например, вам сбросить какую-то информацию. Ну, зачастую, как получается, вот эти интернет-сайты, они тоже, многие напишены на питоне, но на веб-сайте, соответственно, не установлен Microsoft Office. Вы там не можете запустить, не можете запустить программу, значит, на VBA, чтобы она сформировала и потом отослала данный файл. Поэтому задачку, скажем так, непрофессиональные программисты, как решают, они либо в текстовом формате вам предлагают это посылать, либо еще. Ну, хотя в питоне достаточно много возможностей, это язык с батарейкой можно говорить, уже написано все, его просто-напросто нужно правильно применить. Поэтому мы сегодня посмотрим, как из одного файлика его сформировать и сделать файлик уже обработанный. Если посмотрим, какие библиотеки присутствуют для работы с современными файлами, в питоне имеется большое количество библиотек, то есть самих количеств библиотек, таких модулей, пакетов порядка тысячи, там даже, оказывается, общее количество библиотек превышает за несколько, если говорить мелких, это крупные библиотеки, имеется порядка тысяч, а если мы будем говорить мелких библиотек, там порядка и 15 тысяч будет. Поэтому, в принципе, уже написано. Есть, конечно, библиотеки, которые обрабатывают старые файлы, но я хочу у вас обратить внимание на две крупные такие большие библиотеки. Первая библиотека – это OpenPXL, и вторая библиотека – XLXWriter. В чем у них отличие? На самом деле они немножечко отличаются. В принципе, это современные библиотеки, потому что, как я говорил, и первая библиотека, и вторая, они поддерживают возможность создания файлов в формате 2007-2019. Ну, я сейчас не рассматриваю возможность редактировать файлы в старых форматах, то есть это сейчас не настолько, в общем, как бы актуально. Если мы посмотрим на библиотеку OpenPXL, в этой библиотеке есть возможность чтения Excel-файлов. Почему я обращаю на это внимание? Потому что вот здесь чтение файлов есть. В этой библиотеке чтение файлов у вас именно отсутствует как класс. То есть если вы даже ее установите, попытаетесь что-то с ней сделать, прочитать Excel-файл, у вас действительно не будет возможности. Второе, что у библиотеки OpenPXL есть два режима чтения. Это первое, чтение формулы, ну и чтение значений формул. Конечно, особенность обработки файлов на питоне, что, конечно, файлы не будут пересчитаны. Если у вас есть файлы, если у вас есть функции, и эти функции каким-то образом вы сделали очень большое вычисление, не стоит надеяться, что если вы даже составите файл, то этот файл как бы пересчитает и вам выдаст значение. Пересчет будет осуществляться, если пользователь откроет уже ваш файл. Он открыл файл, там написаны какие-то функции. Вот эти функции в этот момент действительно будут полностью пересчитаны. Поэтому задача, которую мы будем смотреть, она разделяется на две части. Первая часть – это считать пользователя файлы. Ну, например, веб-сайт просит пользователя высылать информацию. Например, обновленные прайс-листы. Прайс-листы приходят к пользователю, он загружает их на сайт. Сайт должен сам открыть те файлы Excel. И, соответственно, питон считывает те данные, которые там имеются. Поэтому это задача номер один. Задача номер два, которая ставится пользователю, отсылая, высылается отчет. И вот высылается отчет. Тут, конечно, нужно обращать внимание на оформление. Но, тоже скажу, и одна библиотека, и вторая библиотека не умеет оформлять. Но, конечно, возможности по оформлению файлов у них, конечно, в общем, отличаются. Если мы будем говорить о OpenPXL, есть возможности чтения Excel файлов. И тут два режима чтения. Вы читаете форму, либо читаете значение формул. Excel запоминает и формулу, и значение. Ну, к примеру, если у вас есть связи с предыдущим файлом, файл отсутствует. Поэтому он зачастую у вас спрашивает, связи обновлять, либо не обновлять. И вот в этот момент, когда происходит, вы можете действительно сказать, связи не обновлять. Значение там в Excel тоже именно сохраняется. Если мы посмотрим библиотеку Excel Write, и мы параллельно так посмотрим их, у них нет возможности чтения файлов. То есть, если вы создаете какой-то отчетик и собираетесь высылать, то можно уже воспользоваться именно другую библиотеку. То есть, здесь имеется только создание Excel файлов. Если мы посмотрим, здесь также присутствует возможность создания Excel файлов, но возможности редактирования файлов чуть-чуть как бы поменьше. Ну, нельзя сказать, что они полностью отсутствуют. В принципе, возможность редактирования есть, создать файлик. Но возможности, конечно, редактирования и создания файлов в библиотеке Excel Writer, конечно, в общем, на порядок больше, чем, к примеру, в библиотеке OpenPXL. Ну, к примеру, средние возможности оформления. Ну, средние возможности, это что я подразумеваю, что вы совершенно спокойно можете создать файлик, создать там листы, раскрасить листы, сделать какие-то, в общем, заливки. Это, в общем, все действительно возможно, все это делается. Ширина столбцов, но если мы посмотрим здесь, в описании самой библиотеки Excel Writer, ну, типа Help, составляет 500 страниц. Поэтому, в принципе, все возможности Excel здесь присутствуют. Это написание формулы, любые цвета и оформления. К примеру, вот здесь изменять цвет можно только через темы. То есть вы составляете именно темы, у вас тема красная. Вот так можно значение изменить. Здесь же вы напрямую можете сказать, у меня ячейка должна иметь вот такой-то действительно цвет. Поэтому здесь любые цвета и оформления, графики, вы можете вставить графики. Любые, также можно вставить таблицы, можно вставить какой-то объект, импортировать тоже на уровне питона. Также можно настроить автофильт, можно настроить проверка данных. Можно применить условное форматирование. У вас будет уже табличка сразу с условным форматированием. И пользователи, когда они получают, ну, это уже, у них будет такое ощущение, что все-таки в Excel составляют человек. Также можно сделать Sparkline, можно сделать группировку, можно сделать, написать макросы на Libye здесь. И, соответственно, пользователь, когда получает, у него уже получается, как бы полностью действительно готовый файл. На сегодняшнем занятии мы с вами не будем пользоваться вот этой библиотекой, потому что, в принципе, возможности этой библиотеки нам именно хватит. И задача, какая у нас будет стоять, файлик нам нужно будет, я покажу вам сейчас файлик, файлик нам нужно будет именно открыть через питон, посмотреть его структуру, определить и обработать, сделать простейшую действительно обработку и составить множество разных. Теперь давайте мы посмотрим, я открою сейчас диск C, соответственно, на диске C я создам папочку, соответственно, у меня будет создан папочку, у меня будет p.excel. И для начала я покажу, значит, что у нас должно получиться. У нас есть вот такой файлик, соответственно, я сейчас, я потом выложу в сеть все материалы, с которыми я буду работать, соответственно, у меня есть вот такой файлик. Причем, обратите внимание, файл содержится, значит, в этом файле у нас есть список сотрудников, которые нужно обработать. Причем файл находится не просто текст, потому что здесь имеются формулы, например, WPR, есть формула округл, есть, например, вычисляется месяц, есть какие-то, действительно, я подобрал специально, что у нас есть и дата, есть у нас, соответственно, и текстовые, есть время, есть количество у нас есть. Задача сводится в такое, что пользователь может разместить данный список сотрудников на любом листе. Название программы по Питону должна этот списочек определить, она должна посмотреть, определить листы, которые у нас действительно есть. И список определяется по следующему, что в ячеечке B1 должно быть написано менеджер. Есть написано менеджер, соответственно, я задачу даже усложняю, что может быть список сотрудников, может быть просто, например, там к ней лист один. Соответственно, если у нас в B1 есть менеджер, дальше нам этот список нужно именно обработать. Что нужно в этом списке сделано? Мы видим, что все фамилии у нас именно перетасованы. Соответственно, нужно выбрать те фамилии, которые взять, например, если я покажу, что будет, ну, например, Наумова есть фамилия. Соответственно, нужно вот эти ячейки, причем я не знаю, сколько ячеек у меня есть, сколько строк есть. То есть, например, нужно Ctrl-C каким-то образом сделать, но это будет через Python делать. Далее будет создана вот такая какая-то книга. Будут переписаны туда данные. И нужно будет раскрасочку сделать. И, соответственно, сделаю сохранить как. Соответственно, я выбираю вот мое значение. Ну, и здесь я создам файл, папочку Data, в которую будет сохраняться данный файлик. Соответственно, так как у меня, кажется, было, ну, давайте я просто как книга 1 напишу, ну, там, например, FIO у меня будет. То есть, файлик должен сохраняться по фамилии. Соответственно, я пишу фамилия. Если у меня там был Наумова, соответственно, у меня будет Наумова. И вот, ну, пусть Наумова 1. Файлик должен полностью быть сохранен. Соответственно, сколько фамилий я не знаю. Все фамилии нужно именно обработать и в конце выдать сообщение пользоваться. Ну, создание, скажем, папочек как бы не представляет сложности именно для Python. Поэтому наибольшая особенность, которая будет возникать, это с точки зрения, вот, как этот файлик открывать и именно обрабатывать. Следующее, значит, для того, чтобы у нас все работало, мне нужно, значит, мне нужно будет использовать, значит, программку на Python. И я сейчас, давайте, для начала ее проверю вот здесь, что вот программка у меня, значит, я попытаюсь ее запустить. Соответственно, мне для начала нужно установить библиотеки. И для установки библиотек, соответственно, P-3, я смотрю, значит, у нас, установлю библиотеки, соответственно, мне нужна библиотека OpenPXL. Я захожу в установщик, это стандартным установщиком можно делать через PIP, соответственно, давайте я посмотрю, что у нас здесь стоит. Так, обновлю сейчас, соответственно, на PIP. Автоматически подчеркну, что установка идет стандартно, ничего такого, действительно, нового здесь нет. То есть не нужно присутствовать, использовать какие-то специальные, значит, вещи, какие-то прикрутки. То есть уже, как говорится, все прикручено. И, соответственно, мне нужно установить программу OpenPXL. Через интернет автоматически скачиваются все необходимые, значит, программки. И если я теперь посмотрю, какие у меня программки действительно стоят. Сейчас. У меня, соответственно, данная программочка именно присутствует. Ну и теперь я проверю для начала, как работает программка. Потом я немножечко покажу, как мы будем составлять. Шрифт сделать чуть-чуть побольше. Для того, чтобы... Сейчас я вот... Соответственно, я перехожу в мою директорию. Далее я выбираю мою папку CD в корневую директорию. Папочка у меня, где я пишу, это PXL. Соответственно, CD. CD. PSL. Смотрю, какие у меня файлики действительно есть. Ну и теперь... Сейчас еще давайте... Значит... P-Stream. Третья версия. И, соответственно... Так, сейчас, секундочку. Итак, я проверяю работу. Я показываю, как моя программка работает. То есть у меня выдается в начале сообщения, что данные... Во-первых, выдается список листов книги, которые у меня есть. Для того, чтобы открыть, я вот открою книгу. И действительно покажу, что это тоже очень важно. Что вы через Python можете сразу определить те листы, которые есть. Список 1. Там список сотрудников. Почта. Лист 1. Если я, например, какой-то лист переименую. Ну, например, там новый лист. Лист. Вот так тут все. Новый лист. То он лист получится. Второе. Выдается список всех менеджеров, которые программка нашла в данном файлике. Ну и у меня есть Наумов, Амина, Блинов, Вариан. Если я, соответственно, допишу, ну, к примеру, Иванов Иван Иванович, у меня вот здесь он будет, ну, где-нибудь вот здесь будет, вот здесь будет. И если я сохраняю и данную программку закрываю, запускаю заново, то в этом случае мне выдается, что появился Иванов Иван Иванович, у него есть 4 строки. И, соответственно, есть новый лист. Файлики сохраняются в папочку дата. И если я захожу в папочку дата, я вижу, вот мои файлики есть. Соответственно, открывая, к примеру, лист Маркова, все значения отобраны с помощью именно по данному менеджеру Маркова. Обратите внимание, что сделано форматирование. Я проще всего даже сравнивать те значения, которые были вот здесь, и те значения, которые у нас получились именно в нашем файлике. То есть, соответственно, я программным образом мог изменить форматирование. Второе, я сделал покраску, ну, заливочку, сделал изменение времени, соответственно, сделал процентный формат, ну, и, естественно, раскрасил все вопросы, которые, колоночки, которые здесь именно, значит, все колоночки, которые у меня здесь были. Это я показал, как программка работает. Теперь я, давайте посмотрим, как эту программку написать. Конечно, с точки зрения написать много не получится, но какие-то моменты я вам могу именно показать. Я буду использовать для написания программки P-скриптор. И чем данная идея хорошая, что здесь достаточно удобный есть просмотрщик объектных переменных. Соответственно, для начала, я, соответственно, заголовочек могу сюда вписать. Сохраню мой файл в мою папку. Соответственно, у меня есть P-Excel. И, соответственно, я напишу, что это будет AmaiU.exe файл. Также я проверяю, значит, ввожу класс, соответственно, Exception. Почему? Потому что, если у меня отсутствует менеджер, Python, в этом случае у него возникает, естественно, прерывание. Он выдает исключение. И он говорит, что должен не будет вставлять. Значит, эта особенность будет, что not all data. То есть мы просмотрели Python, Excel-овский файл, но эти данные там отсутствуют. Следующее, что теперь нужно сделать. Мне нужно указать путь, где находится файл. Поэтому я указываю, что, к примеру, datapath равняется, использую join. И соединяю точку, это текущая директория. Соединяю, соответственно, с тем файликом, который я буду обрабатывать. А обрабатывать я с вами буду именно вот этот файлик. Конечно, можно написать, что файлик определяется. Это не такие, в общем, сложности для Python. Соответственно, у меня здесь получается относительный путь. Ну и теперь я хочу сделать абсолютный путь. Поэтому для этого использую функцию Python Apps Pass. И он у меня возвращает значение от моей папочки. Ну и если я даже запускаю... Сейчас, секундочку. Apps Pass. А, соответственно, адрес от этого значения. Вот у меня получается. То есть, если я запускаю мое значение, я могу перейти в переменные, чем удобно. И я могу сразу видеть, что у меня полностью определился уже абсолютный путик. Путь, где... ...файл. Следующее, что мы будем делать, мы будем использовать библиотеки OpenPXL. И я создаю объектную переменную. Это будет VB. Равняется. Дальше я выбираю функцию Load Your Book. Соответственно, загрузка книги. Здесь нужно указать именно следующее. Нужно указать имя файла Excel. Соответственно, это будет File Name. File Name. Я указываю, соответственно, Data Pass. Data Pass. Второе значение, которое мне нужно указать. Можно загружать формулу, как я говорил, либо данные. Если вы выберете загружать формулу, формулу вы увидите. Но данные у вас будут отсутствовать. Соответственно, это тоже не особо хорошо. То есть, почему подчеркну, что если я открываю, вот я открою файлики, вот этот. То есть, вы реально будете видеть не вот это значение, а вы будете видеть вот такие именно особенности. То есть, у вас будет написано E11 и D11. Здесь у вас будет формула, там есть ли ошибка. Понятно, что формулы вы увидите, но с этими формулами данные вы никаким образом работать не можете. Поэтому нужно при открытии файла сразу решить, нам нужны данные, либо нам нужны формулы. Никто не запрещает вам открыть сразу два файла. То есть, вы можете один файл открыть объектно-переменное через виде данных. Вторые переменные открыть именно в виде формулы. И, пожалуйста, вы и данные можете читать, и формулу можете тоже смотреть. Поэтому я указываю второе именованную переменную для этой процедуры. Соответственно, у меня будет data. Data only. Data only. Равняется true. И следующее я тоже укажу, что read only. Read only. Тоже равняется true. Ну и если, смотрите, я запускаю мою перемену, вроде бы ничего не произошло. Вот чем мне нравится эта id, хотя она немножечко, конечно. Но она достаточно простенькая, но возможности достаточно хорошие. Если зайду в переменные, и хотя у меня программа решила работать, у меня появилась переменная webbook. Соответственно, можно в этой переменной уже даже сейчас, хотя мы практически ничего еще не написали. Вообще можно увидеть достаточно много интересных вещей. Обратите внимание, я открываю webbook. И, соответственно, здесь у меня написано, во-первых, название. У меня есть, если мы посмотрим, у нас есть web sheets. У меня есть рабочие листы. Я могу увидеть. Соответственно, в каждом... Я знаю, что в моей книге уже 7 рабочих листов. В каждом рабочем листе я тоже могу открыть. Я могу увидеть, что этот лист называется лист 1. Соответственно, вот, например, какой-то лист могу посмотреть. Соответственно, этот лист у меня даже вот я вижу, что информацию уже сейчас я могу увидеть, что у меня находится. Дата, время, количество, цена, сумма. То есть, когда вы, например, смотрите, много информации можно получить. Также информация. Сколько у меня на каждом листе, например, имеется колонок. Сколько имеется там строк. Потому что, если мы будем, например, обрабатывать, тоже очень важно, например, вы будете обрабатывать все листы. Понятно, сколько в Excel миллион строк. Но Excel никогда не запоминает миллион строк. Здесь мы можем посмотреть, что при одной листе список сотрудников у нас имеется 9 колонок. И, соответственно, у нас имеется 1003 строки, которые нам нужно обрабатывать. Вот это называется объектной моделью. Вот эта объектная модель, она не совпадает с объектной моделью Excel. То есть, название чуть по-другому. Если вы кто-то программируете на Visual Basic, там названия именно чуть-чуть действительно не отличаются. Но мы видим, соответственно, наш бескриптор показывает, хотя программа закончилась, он в конце может вам показать те переменные на окончание. То есть, мы видим, что книга у нас действительно нормально открылась. И мы уже к этой книге получили именно доступ. Значит, что мы дальше можем действительно сделать? Соответственно, я хочу получить имена листов. Как можно это сделать? vsn, перемена, равняется лист. Это будет список. И откуда я буду смотреть? Соответственно, векбук, точка. И далее я указываю shitnames. Вот когда вы указываете, вот у меня, обратите внимание, я смотрю на эту объектную. У меня есть перемена shitnames. Соответственно, вот у меня есть лист 1, список сотрудников, почта, новый лист, процент, тык, 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 тык. Вот эту информацию я сейчас вытащу. Соответственно, у меня эта информация пойдет в мою действительно перемену. Соответственно, это будет shitnames. Shitnames. Ну и давайте для начала я ее просто могу напечатать. print vsn. vsn. Мою действительно перемену, которая есть. Запускаю мои значения. Вот у меня я сразу могу увидеть, что у меня есть лист 1, есть список сотрудников, есть почта, есть новый лист, есть процент, есть лист и есть итог. То есть, как бы информацию с Excel я уже начинаю потихонечку в Python именно перетаскивать. Следующее, что можно сделать. Я, например, задача, которая у меня ставится, я хочу найти, на каком листе находится в ячейке B1, находится лист менеджер. Поэтому я сделаю цикл. И цикл я могу сделать именно по коллекции листов. У меня есть вот коллекция листов. Ну, цикл будет именно по списку. Соответственно, название листа с датами. Вес дата. Я пишу, что это будет none. То есть, пока у нас нет. И теперь я делаю цикл. ForEyeInVSN. Соответственно, я по вот этой коллекции сейчас буду делать лист 1, список сотрудников, почта, новый лист и тому подобное. Что мне нужно в этом случае проверить? Пишу. Векбук, ссылаясь на рабочую книгу, которая у меня открыта. Название листа будет i. Далее указываю здесь, что у меня ячейка будет B1.Value равняется менеджер. Что в этом случае сделать? Нужно присвоить в перемену vsDate именно будет значение i. Ну и присвоить значение i. И следующее, что если у меня if vsData осталось none. То есть, мы ничего не нашли. Я выбрасываю исключение, которое мы написали. Соответственно, not all data. И могу здесь написать для пользователя, что no data, data, ну давайте with manager. Запускаю программку. Ну и вот что можно посмотреть. Мы сейчас уже определили переменную, соответственно, vsData. Я тоже могу посмотреть списки переменных. У меня появилась vsData. Я уже смог определить именно список сотрудников. То есть, я уже знаю. То есть, это будет у меня называться именно по-другому. Соответственно, это тоже я из Python могу действительно определить. Так как у меня теперь определён список, я могу присвоить значение листа. vs равняется объектной переменной. Это vb. И здесь я как раз ссылаюсь на vsData. Тоже могу сейчас запустить. У меня эта переменная появится в списке переменных. И дальше я уже вот эту переменную буду полностью именно обрабатывать. Если я могу открыть, я могу посмотреть. У меня есть указано, сколько строк имеется. Сколько колонок на листе. Сколько строк имеется. Также у меня есть ячейки, которые я могу обращаться. То есть, в принципе, постепенно-постепенно я могу погружаться в структуру Excel и вытаскивать те данные, которые мне нужны. Ну и следующее, что я могу сделать. Например, я могу вытащить шапку. Шапку это те названия, как колонки. Там помните, дата была. То есть, вот эту информацию сейчас я вам покажу. Соответственно, вот эту информацию, которая есть. Вот она, шапочка. Соответственно, вот эту шапку я хочу вытащить и понимать, что здесь написано. То есть, дата, либо время, либо количество, либо написано действительно как-то по-другому. Как это можно именно сделать? Я пишу, что у меня будет шапка. Значит, будет так. Шапка. Это переменные в Excel. В Excel переменные можно называть как хотим. Равняется. Я здесь делаю хитро. Значит, особенность, что я могу последовательно покажу, что у меня есть WS. Это Worksheet. С Worksheet есть, если вы посмотрите вот здесь, есть итератор. Точнее, есть генератор. И генератор будет IterRows. Сейчас я вам покажу, где-то он здесь, именно даже присутствует. Особенность. Соответственно, у нас есть IterRows. Вот этот генератор. Соответственно, я вызываю этот генератор. Это будет IterRows. Давайте сделать так. Я чуть-чуть как бы могу сделать, что это у меня будет IterRows. IterRows. И укажу здесь значения, которые у меня будут. IterRows. Вот так быстрее. Я здесь указываю, что минимальная строка. Далее указываю минимальная колоночка. То есть мне нужно сделать генератор, который будет с первой строки по первую строчку. Далее с первой колонки до WS рабочий лист MaxColombs. Но вот этот генератор не возвращает значение. Он возвращает генератор уже по колонкам. Поэтому, по идее, как вы берете один генератор, запускаете, так устроен этот пакет. Вначале у вас идет генератор, который будет проходить, последовательно по колонкам. А внутри следующий генератор, он уже будет у вас действительно идти по всем вашим колонкам. То есть проход будет именно вот таким образом. Вначале идем так, потом идем так, потом идем так, потом идем так, потом идем так. Поэтому первой вот этой особенность нам возвращает именно вот эти генераторы, которые дальше могут пойти именно по нашим колонкам. Но так как мне одна колонка, и мне не нужно организовывать цикл, я могу здесь напишесать функцию Next. Функция Next, она сразу генерит то значение, которое у меня будет возникать. И по функции Next я уже сделаю цикл. Соответственно, у меня в конце получается вот это отображение. Здесь проще напишу. Это будет быстрее. И теперь объясню, как она работает. Что вначале вот это значение возвращает генератор. В этом генераторе функция Next возвращает действительно объект, как итерируемый объект, который будет уже итерировать по строчкам, по колонкам. Здесь я делаю цикл for cell и Next. Это реально будет вот одно значение, второе значение, третье значение, четвертое значение и пятое значение идти. Соответственно, когда cell переходит, вот здесь с каждой cell я делаю cell.value, то есть значение, и на основании вот этого cell.value я создаю именно лист шапка, в котором будет находиться все мои значения, которые у меня действительно есть. Я запустил программку, захожу в переменные и, соответственно, когда я могу посмотреть с точки зрения шапка, вот обратите внимание, что все значения data manager, время, количество, сумма, все значения, они полностью у меня уже здесь присутствуют. И я в дальнейшем их могу именно обрабатывать. Давайте сделаем так. Я сейчас могу остаток программы просто переписать сюда. Так, чтобы быстрее у нас время. И мы просто, я пройдусь, что она реально у нас делает. Сейчас мы посмотрим. Вроде бы, значит, так. Как сам идти? Давайте я вот эту вот версию. Без ошибок выдавала она. Пройдусь именно по программе. То есть сейчас уже программа действительно у нас работает. Соответственно, что у нас здесь есть? Первое. Мы с вами посмотрели, как формируется шапка. Далее, для того, чтобы вытащить всех менеджеров, я создаю словарь. Соответственно, main data это у меня будет словарь. И вот здесь я использую такой же интератор AIDA-Rose. Но здесь уже я буду генерировать со второй строки до максимальной строки. Соответственно, если длина строки у нас получается больше нуля, то тогда я запоминаю все значения, которые у меня есть. И в конце, когда файлик у меня экселевски разбирается, я выдаю сообщение по всем фио, что менеджер содержит такое-то количество строк продаж. В югбук closed исходный файлик закрывается. После того, когда это первая часть, вот это вот есть первая часть, это чтение тех файлов, того файла, который у нас был приведен. Вторая часть это создание самих эксель файлов. Здесь делается цикл по фио и main data, потому что вот здесь у нас по нашему, соответственно, словарю, я делаю именно цикл. Что вначале я сделал? Я вначале из фио делаю разбор кортежа и вытаскиваю название. Соответственно, если у меня был там Иванов, например, Петр, соответственно, экснейм это будет Иванов. Виби вёкбук создается рабочая книга. Она становится активная. Добавляется, соответственно, title, именно менеджер. Далее идет добавление строк. И вот, смотрите, если мы будем смотреть, виби виршитс аппенд шапка, сюда добавляется именно шапка. То есть вот таким одним оператором мы можем одну строчку добавить сразу именно в наш экселевский файл. После этого идет проход по всему словарю мендейта. И я добавляю те строки, которые я собрал при разборке моего файла. Вот если вы посмотрите, на самом деле сам файл формирования, вот несколько операторов, их не так-то много. Вот все остальное, которое идет, кроме закрытия, кроме закрытия вот здесь, это идет именно форматирование. Поэтому после того, когда файл сформирован, идет, соответственно, выравнивание и раскраска. Соответственно, здесь что делается? Выравнивание, например, горизонтально по центру. Далее идет заливка. И вот заливка, как я говорил, в этой версии библиотек, мы не можем конкретно сказать, заливка фона будет такая. Мы должны сказать именно палитру. В этой палитре заливка непрерывная, указываются цвета, какие у вас будут. И применение вот этой палитры позволяет вам реально раскрасить значение. Что дальше идет? Форматирование численных форматов. Далее, что форматирование цифровых форматов, форматирование, по колоночкам идет, форматирование, соответственно, с процентами, установление ширины колоночек, которые у нас есть. Ну и далее идет следующее. Я опять собираю путь, где сохранять файл. И, соответственно, указываю, что абсолютный путь будет, соответственно, то имя файла, куда он будет сохранен. Имя файла, естественно, содержит фамилию. Ну, он распечатывается. Ну, workbook save, workbook именно workbook close. Ну и если вот посмотреть, соответственно, я могу и здесь ее запустить. Файл, кстати, переписывает полностью. Ну и аналогично, если посмотреть, как работает, соответственно, через Python. Сейчас я гляну. Соответственно, я запускаю. У меня, значит, будет my.newx файл. Вот так я его назвал. Соответственно, пи минус третье. Соответственно, будет то есть работа программки. Программка получилась не такая, недостаточно, в общем, большая. Естественно, ее можно, в общем, адаптировать под ваши ноты. Ну и если я захожу в папочку data, я смотрю, ну вот мы создавали с вами Иванова. Соответственно, Иванов у меня раскрашен. Есть вот эти цвета, мы расставили. Расставили форматик, который здесь действительно будет. Здесь расставлено выравнивание посерединке, выравнивание болт, выравнивание italic. И в принципе, если, например, из интернета вы получите такой файлик, в принципе, будет выглядеть достаточно именно хорошо. Подчеркну, возможности не такие большие. То есть, вот у другой библиотеки, если мы будем говорить, возможности гораздо шире. Если мы будем говорить, я вам показал возможность OpenPXL, ну в принципе, этого навряд ли вы где-то видели, что из интернета вы скачиваете такие действительно файлы. У этой библиотеки достаточно большие возможности, поэтому в принципе, можно даже и... А вот XLS в Writer там такая программка не будет работать, она не будет считывать файлы, да? Она не читает. Но вы смотрите, вы можете сделать библиотека OpenPXL считать файлы, например, через XLL Writer записать файлы, никто вам не запрещает это все делать, потому что в начале OpenPXL данные все с файла считываются, они находятся в Python. После этого файл закрывается. Дальше можно либо этой же библиотекой создать OpenPXL, либо вызвать XLL Writer. Ну, тогда, естественно, у вас файл будет покруче, посолиднее, в общем. Только я не знаю, нужно ли это, либо нет. Вот так вот это именно усложнение. Но если задача стоит, что, понимаете, к примеру, какой-то крутой сайт, он должен вам высылать, например, с графиками, там еще отчет, например, вы нажимаете, вам сразу получаете отчет с графиками. Вот с графиками OpenPXL у вас, в общем, будет достаточно сложности. Большие лучшие. А графики это не платно? Не, ну, вы можете взять, здесь я могу, понимаете, что я могу сделать, я могу вот так, например, взять, имеется, конечно, вот, например, построить вот такой вставка, например, я могу вот такой, например, сейчас мы сделаем, например, вот такую, например, какую-то диаграмму, соответственно, вот эту диаграмму, например, я делаю уже вот в таком виде, и, соответственно, я хочу построить такую диаграмму, чтобы меня он автоматически формировал. еще что можно сделать, я могу здесь, например, сделать, соответственно, вставка, я делаю спарклайны, могу сделать спарклайны по вот этим именно данным. И у меня очень спарклайны, они тоже будут здесь показываться, то есть, естественно, это на более уже таком профессиональном уровне. вот если вы будете делать это вот в этой библиотете, вот с этим будет действительно сложность. В этой библиотете это можно действительно сделать, но это уже действительно тут возник, конечно, много будет, но она это позволяет в общем делать, создать такой более достаточно профессиональный файл, с которым вы действительно можете работать. так Какие вопросы? Ну, это библиотека для математических вычислений, она наиболее распространена, библиотек очень много. А все эти библиотеки можно использовать в одной программе? Конечно, Python подключается к библиотекам и пожалуйста, вот я сделаю подключение библиотеки, она устанавливается на компьютер, то есть библиотек очень много, возможно, эта программа уже написана язык с батарейками, то есть просто даже само описание библиотек 750 пакетов, это не 750 пакетов вы просто представьте, в каждом пакете может находиться там порядка 100 библиотек, то есть поэтому если вы даже будете считать, это будет у вас огромное количество времени действительно займет. А стандартные встроенные в питон? У них там нет таких встроенных в питон напрямую, потому что у них есть стандартные библиотеки, встроенных не так-то много, например, работать со строками еще, потом есть, их не надо импортировать, они уже устанавливаются по умолчанию, там порядка 10-20 библиотек, вторые библиотеки, которые вы можете именно подгружать, я, например, это порядка тысячи библиотек, которые у вас действительно находятся, то есть вот эти библиотеки, они, ну скажем так, одобрены сообществом, соответственно, они есть, они поддерживаются к версии, из версии, кроме этого, еще есть дополнительная куча библиотек, которые может, ну, не поддерживаться сообществом, но они тоже работают, то есть написано достаточно очень именно много. Так, значит, сейчас вопросы, уважаемые слушатели, если, а если мы поверх query сделаем запросы, затянем данные в модель данных, надо, в общем, смотреть, надо смотреть, разбираться, понимаете, потому что тут надо смотреть, как, вопрос, где Павел Экверихова хранит данные, но, в принципе, если надо смотреть, вот, Александр задал вопрос, если они находятся в ячейках, пожалуйста, вы можете их действительно туда, оттуда забрать. Второй вопрос, может, как-то эти данные в питоне можно обработать, нужно ли Павел Эквери, либо не нужно Павел Эквери, потому что я знаю, там с Павел Эквери тоже, в общем, где-то стыковки могут быть, могут не быть. Андрей, вопрос, можно ли также забирать данные из 1С, создавать отчеты в Excel с помощью этих библиотек? Значит, смотрите, два вопроса у вас. Создавать отчеты можно. Я вам показал, совершенно спокойно любые отчеты вы можете создавать. с точки зрения забирать данные из 1С. А где хранятся данные из 1С? Я, например, не знаю, потому что 1С это база данных, и они могут не просто так находиться, то есть, это надо знать структуру этих баз данных, и, соответственно, надо понимать, что вы из 1С хотите вытащить, потому что в 1С, я помню, в 7, порядка 250 таблиц, доступ к таблицам у вас есть, будет 100%, но как вы поймете, что в этих таблицах находится, можно, если вы из 1С сохраните данные в Excel, то, пожалуйста, значит, это без проблем вы сможете именно перетащить. Все, если вопросов нет, большое спасибо, до свидания.